С добрым утром! Всем привет! Это Тайны Шести Континентов. Ребята, если вы любите удивляться и узнавать страшные секреты, смотрите нас внимательно. Марина, я знаю, что самое высокое место на нашей планете – гора Эверест. А какое самое низкое? А, наверное, Степашка, ты имеешь в виду самое глубокое? Так это место находится на дне Тихого океана и называется Марианская впадина – одна из самых загадочных точек на карте Земли. Марина, пожалуйста, давай исследуем эту Марианскую впадину? Ну хорошо, давай попробуем. Марианская впадина – подводный желоб в Тихом океане – самая глубокая точка на Земле. Она хоть и находится на нашей планете, остается одним из самых таинственных мест во Вселенной. Глубина нижней границы Марианской впадины, бездны Челленджера – почти 11 тысяч метров. Такая огромная глубина, давление и темнота делают ее исследование очень сложным. Если опустить на дно Марианской впадины самую высокую гору в мире Эверест, то над ее вершиной останется еще два километра воды. Да, неуютное местечко. Думаю, там очень темно и холодно. Действительно, на такую глубину не проникает солнечный свет. И самое главное, давление воды там больше, чем на поверхности в тысячу раз. Оно настолько огромно, что способно раздавить все, что угодно, как скорлупу. Значит, в Марианской впадине никто не живет? Раньше люди так и думали, но потом выяснилось, что все же там есть жизнь. В Марианской впадине есть свой вулкан и горячие источники. Температура воды в них целых 450 градусов Цельсия. При этом вода в них из-за огромного давления не кипит. Зато достаточно нагревается для того, чтобы давать жизнь разным необычным существам. Например, в Марианской впадине обитает уникальная амеба, которая состоит всего из одной клетки, но величина ее 10 сантиметров. А кто все это там увидел? Люди что, погружались в Марианскую впадину? Да, Степашка, было несколько смельчаков. Но, конечно же, люди использовали для погружения специальные глубоководные аппараты – батискафы. Они были сделаны, чтобы выдерживать невероятное давление воды на такой глубине. Это, наверное, ужасно интересно. Как побывать на другой планете? Ты прав. Условия на дне впадины скорее инопланетные. Например, только здесь на Земле находится озеро чистой расплавленной серы. Другое такое есть только на спутнике Юпитера – Ио. Ученые думают, что это место в Марианской впадине могло быть источником возникновения жизни на нашей планете. Вот это да! Какое это фантастическое место! И сколько еще загадок предстоит разгадать? Ребята, а о каких чудесах света хотели бы узнать вы? Мы всегда рады вопросам, на которые вы хотите отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдем, на каком бы континенте они от нас ни прятались. Продолжение следует...